Добрый день, друзья мои! Евгений Гордеев из Славного города Героя Смоленска снова с вами! Дорогие мои, все, кто внимательно следит за развитием событий по делу о трагедии Владислава Бахова, а Владислав Бахов это 16-летний подросток, пропавший бесследно 6 апреля 2019 года с поляна близ Смоленского райцентра Демидов, который, судьба которого неизвестна до сих пор, спустя уже два с лишним года. И дело уголовное, возбужденное по части 1 ст. 105 УК РФ, это умышленное убийство, находится на расследовании и под контролем Центрального следственного управления Следственного комитета России в Москве, под контролем генерала Бастрыкина, главы этого ведомства. И вот все знают, кто следит за этим делом, что первоначально в розысках, в поиске этого подростка, пропавшего, 6 апреля 2019 года участвовали два поисково-спасательных отряда. Это отряд «Смоленский», которым руководит господин Василевич. Это отряд, который называется «Сальвар» и отряд, известнейший во всем мире, во всей России тем более. Это отряд Лиза Алерт, он так назван по имени одной, как я слышал, девочки. Тоже поиском которой занимался этот отряд поисково-спасателей. Но между ними произошел, между не отрядами, естественно, а между руководителями, видимо, этих отрядов, произошел какой-то конфликт, причины которого и результатов которого мы не знаем. Впрочем, как не знаем результаты? Мы знаем результат. Отряд Лиза Алерт снялся с места и убыл по месту своей дислокации. Постоянный, в Питере, что ли, центральный у них находится штаб. Вот. И вот посмотрите, значит, в сети было в свое время вот такая переписка. Какой-то «Флуд-блуд». Ну, кто-то знает, кто скрывается за этим погонялом «Флуд-блуд», за этим ником. Завтра, Лиза Алерт с вами, вопрос. Ответ. Ответ. Не, мы не с ним. Опять. Скажем так, не с нами, а параллельно. Опять тот, кто спрашивал «Не, мы не с ними», отвечает. Говорит, более мы с ними штаб делить не станем. То есть, в одном штабе, типа, ну, как говорит, на одном поле не сядут там, что-то делать. Так и этот, вот, говорит «Не, мы штаб делить не станем». То есть, штаб-то был, видимо, на поляне там, где шалаш этот стополочный. Вот. И этот оппонент там еще один. Тут много людей участвует, смотрю, так сказать, судя по физиономиям там, отраженным. А может кто-то узнает из вас по физиономиям, по этим, так сказать, увеличит и посмотрит. Может быть, сразу скажешь, а это вот такой-то. Вот. И там еще один, говорит, вызывайте дрянь. У него есть методы устранения ненужных штабов. Значит, вот это вот очень важное, так сказать, для рассмотрения. Я уже как-то ролик давным-давно выпускал под названием, под названием «Решала по имени дрянь». И спрашивал у людей. Но, так сказать, никто не пришел к выводу, кто же скрывается под этим погонялом дрянь. Это такое погоняло, надо еще заслужить. Надо действительно быть, наверное, дрянью, чтобы официально носить в определенных кругах такое имечко. Вот. Мы узнаем, значит, отсюда даже уже из этого, что вызывайте дрянь у него. Значит, это мужик. Вот. А во-вторых, мужик какой-то крутой или обладающий какими-то полномочиями. Может быть, даже полномочиями государственными. Там, типа, полицейский или следак, или там, не знаю, кто там может обладать какими полномочиями. Или там, из администрации кто-то. Вот. Или же должен быть, так сказать, обладать определенными полномочиями в каком-то преступном мире, может быть. Не знаю. Ну, вот. Вызывайте дрянь. Значит, эту дрянь или этого дрянь вызывают при необходимости. И он, видите, у него есть методы устранения ненужных штабов. А может быть и ненужных людей. Вы понимаете, о чем я говорю? Методы у него есть. То есть, об этом знает определенный круг лиц, что есть такой по кличке дрянь, что у него есть методы устранения ненужных штабов. То есть, я считаю, что здесь, хотя и слово «штабы» названо, «штаб» звучит, но речь, видимо, о том, что этот вот дрянь с таким вот красочным погонялом неоднократно, видимо, устраивал, учинял какие-то разборки, то есть, решал вопросы, решал так, что заслужил себе не только погоняло, но и, видите, заслужил, так сказать, то, что о нем говорят, что он способен решать какие-то вопросы, видите, даже развести. И, может быть, даже Сальвар и Лиза Алерт, отряды, разведены были при участии этого дряни. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем, кто меня слышит, видит, знает, уважает или же просто смотрит из любопытства мои ролики, подумать и сказать в комментариях, или же мне в личку написать, если эта информация какая-то не для общих глаз. Все мои данные под каждым роликом есть, как мне писать, куда писать, куда звонить и так далее. И сказать, кто такой этот дрянь. И еще одно, друзья, прошу поразмышлять о том, для чего нужно было убрать с поисков пропавшего Влада Бахова отряд поисково-спасательной Лиза Алерт. Не потому ли надо было его убрать, что поисковики этого отряда, руководство этого отряда не были посвящены в то, во что был посвящен тот же, допустим, руководитель Сальвара, господин Василевич. И могли прочесать не то, что нужно, или найти не то, что не следовало бы найти. Или же что-то подобное. Я не знаю. Я не знаю. Для чего? Но для чего-то ведь потребовалось устроить какой-то конфликт и убрать из поисков мощнейший поисково-спасательный отряд, известнейший поисково-спасательный отряд, обладающий большим количеством необходимой техники, теми же дронами и так далее. Убрали. Подумайте и напишите в своих комментариях. Или опять же в личку мне. Жду ваших комментариев, друзья. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Приходите на мой канал, подписывайтесь, приводите своих друзей, знакомых, родственников. Это канал, где говорят правду и где пытаются с вашей помощью установить истину или добиться установления истины по делу о трагедии Владислава Бахова. И в конце, как всегда, маленькая просьба. Если у вас есть такая возможность, прошу оказывать посильную помощь моему приюту для больных, сирых, бездомных, котеек, кошечек. Приюту, который называется Кото Бася 67. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Всего нам всем хорошего. Пока.